МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Творческое пространство для всех детей без исключения удалось создать Петрозаводчанке Наталье Никулиной. Традиционные зимние сборы по программированию с участием студентов из Китая в этом году были под пристальным вниманием совсем не из-за соревнований. И жители Карелии призывают записывать поздравления в преддверии столетия республики. Об этом и не только расскажем вам в программе «Большие новости». Здравствуйте! В студии Наталья Кузьмина. И сначала коротко о главных событиях прошедшей недели. 76-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады отметили в Петрозаводске. В памятную дату участвовали ветеранов и пекли блокадный хлеб, каким он был в военные годы. Глава Карелии открыл цикл встречи с жителями районов. Начал с города Бумажников. Обсудили вопросы строительства нового здания детской школы искусств, возобновления строительства второго корпуса Ледового дворца и продолжения масштабного дорожного ремонта. «Катер уникальный, потому что это единственное коммерческое судно пока в России. Рабочий катер, который оснащен энергетической установкой, гибридный. То есть это практически Тесла в области кораблестроения, который может ходить исключительно на батареях». Анатолий Климов – так называется судно, с уникальной для России энергетической установкой, которую построили на верфи Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Катер может использоваться круглогодично, ходить по мелкоколотому льду, обследовать состояние акватории, участвовать в спасательных операциях и оказывать сопровождение на судоходных путях. А главное – работать автономно на батареях до одного часа. Новые спецмашины получили пожарные части «Аланца» и «Пряжи». Автомобили на базе шасси «Урал» из полной комплектации приобретены на средства республиканского бюджета. «Пускай зима в Карелии явление не такое постоянное, но тем приятнее успеть насладиться зимними видами спорта. Так что собирайтесь с семьей в следующее воскресенье в губернаторском парке, катайтесь и проводите время вместе». В губернаторском парке Петрозаводска открыли каток, на который может прийти любой желающий. А каждое воскресенье Карельский центр развития добровольчества будет проводить там увлекательные программы. Один из брошенных медвежат, которых лесники нашли в Лавденповском районе в начале января, оправился от тяжелой пневмонии. Его назвали Кузей, а брата – Карелом. Малышей выхаживают в специализированном центре в Тверской области. Творческое пространство единения и понимания, где нет деления на здоровых и нездоровых детей, удалось создать Петрозаводчанке Наталье Никулиной. Уже несколько лет на базе детско-юношеского центра успешно работает проект «Обычная жизнь необычных детей». В центр на самые разные занятия приходят ребята как с особенностями развития, так и без. И главная цель проекта, неоднократно поддержанного президентскими грантами, стереть между ними грани и научить общаться на равных. Недавно в Дюце открылась мультипликационная студия, в которой здоровые дети и дети с аутизмом совместно делают общий мультфильм. Об этом и других проектах центра смотрите в нашем специальном репортаже. Все ребята встали в круг, я твой друг и ты мой друг. Вместе за руки возьмемся и друг к дружке улыбнемся. Единое для всех объединяющее приветствие означает, что занятие началось. Для детей с расстройством аутистического спектра или попросту с аутизмом этот ритуал особенно необходим. Так им проще привыкнуть к помещению, окружающим людям и настроиться на смену деятельности. После приветствия все вместе и особенные здоровые дети приступают к созданию собственного мультфильма. Вот так крыло, должно быть здесь крыло? Нет, конечно, пока вы двигали, крыло уехало. И крылья, когда у вас курица, давайте вспоминать, что они приходят в кадр, между собой начинают разговаривать. У них меняются что? Клевики, у них глазки меняются, и крылышки. И что с крылышками происходит? Двигается. Вот уже месяц ребята вместе с педагогом Натальей Васильевой работают над созданием мультфильма по мотивам басни Крылова «Орел и Куры». Сначала все вместе рисовали героев и декорации, занимались раскадровкой, и только потом приступили к съемочному процессу. Вот как раз орел летал в небесах, и там он парил. Ну, пока мы медленно, потом я включу чуть-чуть, побыстрее. Парил он где? Где молнии рождаются, да. Летал, летал, мы спали в небесах. Вот это вы здорово придумали как раз, да, и садится у нас на Авин. Настоящая мультипликационная студия в детско-юношеском центре появилась несколько месяцев назад. Специалисты из северной столицы приезжали в Петрозаводск, чтобы обучить наших педагогов работать в этом направлении самыми разными детьми. Не каждый ребенок делает один мультик от начала до конца, да. Мы все здесь группой, кто-то у нас отвечает за сюжет. В принципе, все рисуют, все рисуют. Мы придумываем, где, в каком момент мы эти рисунки сможем использовать. Кто-то у нас, вы видели, да, из ребят, они отвечают за как раз саму съемку. Поначалу ребята приходили, которые ребята с особенностями, да, и они не понимали, что вообще происходит, они были потеряны. А потом они со временем привыкли к помещению, привыкли к занятиям. И тем более они стали видеть, когда рисунки, которые они сами снимают, они оживают. И вот как раз, мне скажем, спустя месяц занятий у них заблестели глаза, потому что они увидели какой-то результат. Рисуй дерево. Яплотик с яблоками. Давай дерево с яблоками. Дети привыкли не только к занятиям, но и друг другу. 11-летняя Лера помогает педагогу занять особенных мальчишек. На различия между собой эти дети уже не обращают внимания. Иногда бывают моменты, когда это ярко выражается, но никогда особого внимания на это никто не обращает. Я достаточно давно знаю и Егора, и Колю, и Степу. Степу, наверное, я знаю ближе всех, потому что наши мамы дружат. А в принципе, тут мы все дружим. После занятий в студии этих детей уже ждут на кухне. Кулинарный мастер-класс по созданию мини-тортиков подготовил старший повар одного из ресторанов Петрозаводска Андрей Прокопьев. Это уже второе занятие, которое он проводит в центре. Но если первое полностью спонсировал ресторан, то нынешний мастер-класс он организовал за свой счет. Общение с детьми вдохновило на то, чтобы самому стать волонтером. У Андрея уже есть несколько идей для ближайших занятий. Помогать надо, и тем более мне самому очень это нравится. Я очень обожаю детей. Тем более я готов вкладываться, даже в свои рабочие дни приходить, отпрашиваться с работы, приходить сюда, помогать, дарить радость, добро детям. Это же очень здорово. Помимо мультстудии и кулинарных мастер-классов, в центре проводят занятия по арт-терапии, математике, адаптивному скалолазанию со скаутами, ходят в походы. Все это удалось реализовать автору проекта Наталье Никулиной. В прошлом году она получила президентский грант почти на 2 миллиона рублей. Кстати, ее проект по скалолазанию вошел в сотню лучших проектов по стране, которые получили финансовую поддержку. Все эти проекты созданы для того, чтобы научить детей общаться и взаимодействовать друг с другом. Чтобы быть понятыми сверстниками, особенные дети вынуждены произносить слова и идти на контакт. А у здоровых детей стирается грань и исчезают барьеры в общении. Дети, которые достаточно постоянно с нами, вот уже лет 5, они не боятся общества. Они свободно приходят в новое пространство. Вы знаете, мы потратили несколько лет на то, чтобы ребенок заходил и здесь не кричал так, чтобы его нужно было выносить. Вы, наверное, не знаете, что такое происходит, но такое с детьми и происходит. И, как правило, такие дети сидят дома, а теперь они, вы смотрите, ходят в кружки. Второе, их перестали бояться здоровые сверстники, потому что, конечно, некоторые особенности вызывали большое удивление, как это так. Сейчас они не замечают этих особенностей. В центр для работы с детьми постоянно приходят волонтеры. Здесь рады и открыты всем. Сейчас ребята и педагоги активно готовятся к главному скаутскому событию 2020 года – Джамбари, фестиваль безопасности, который пройдет в Карелии этим летом. На этой неделе молодежь, которая создает будущее, приехала в Петрозаводский госуниверситет на зимние сборы по программированию. Более 20 лет лучшие умы из России, Америки, Европы и Азии традиционно тренируются в столице Карелии перед чемпионатом мира. И каждый чемпион мира из России бывал на петрозаводских сборах. Без этой ступени подготовки в программирование планетарного масштаба попасть нелегко. Традиционно в карельскую столицу приезжают не только российские таланты. Вот и в этом году в Петрозаводск прибыли студенты из Китая. На фоне вспышки коронавируса к ним было повышенное внимание. Корреспонденты нашей редакции выяснили – гостей из Поднебесной на границе проверили на наличие вируса. А вот Петрозаводская консерватория в связи с распространением коронавируса продлила каникулы для своих китайских студентов до 1 марта. Отдыхают у студенты Петрозаводского госуниверситета. В Карельском Роспотребнадзоре заявили, что ситуация находится под постоянным контролем. И жителям Карелии пока волноваться не стоит. А вот что думают об этом петрозаводчане – смотрите в рубрике «Мнение». Как вы считаете, какова вероятность того, что он дойдет до республики? Как говорят современники – это фейк. То есть вы считаете, что новости раздуты? Я так считаю. И вы не собираетесь применять никакие меры профилактики? Нет. Мы в поликлинику сходим на всякий случай. Ерунда. Это просто загнетание истерии. Очередная фармацепты решили заработать. Все, больше не того. Я читала, что в Финляндии там есть один уже случай. Но я думаю, что все, наши все предотвратят, наши местные власти. Я думаю, что надо наоборот спокойно ко всему относиться. И в принципе действительно себя обезопасить тем, что меньше, вот именно когда эпидемия, меньше бывает в общественных местах. И витамин С принимать, наверное, как все мы знаем. Да я думаю, до нас не дойдет. Если дойдет, то у нас холодно. Вирус погибнет. У нас, в принципе, люди крепкие все, здоровые. Поэтому я думаю, что не должно проблем быть. Далее смотрите нашу новую рубрику «В добрые руки». Первыми ее героями стали подопечные Петрозаводского общественного приюта, семимесячный котенок Игорек и полугодовалый щенок по кличке Вулкан. Это у нас Игорек, дикарек. Он попал с улицы Сегерской. В подвале они жили, маленькие котята. Они были очень-очень дикие. Один уехал домой уже, адаптировался и очень любит ласку. Бэтмен черный, такой же красивый. Лола, сестра, здесь у нас находится. Ее уже пересадили в общий отсек. А Игорек у нас остался в боксе сидеть, так как на фоне стресса у него появилась, обострилась муча каменка, когда его кастрировали. Вот ищем ручки, кто занимается адаптацией дикарей. Многие так дикари ушли в семьи и адаптировались. И замечательно просто, просто замечательно. Это наш вулкаша. Вулкан. Вот. Его с сестрой подкинули в приют. Вот вырос такой красивый пацан, очень послушный. Может гулять без поводка, но это не значит, что в городе там надо, да? Там обязательно поводок. А так он без поводочка слушается, со всеми собаками дружен. Очень ориентирован на человека. Если кто его возьмет, то это просто, да, скажи, я буду любить вас всю жизнь. Более подробную информацию о подопечных первого Петрозаводского общественного приюта можно найти в группе ВКонтакте, а также по телефону, который вы видите на своих экранах. Рекорд на Сегежском ЦБК. В Петкеранте отметили день рождения Владимира Высоцкого, а кондопожские спортсмены вернулись из Норвегии с кубком и медалями. Чем живут районы республики, узнаем из подшивки местных газет. 20 января Сегежский ЦБК преодолел отметку в 19 миллионов тонн бумаги по валовому производству с момента основания предприятия в 1939 году. Сегодня продукция завода экспортируется более чем в 60 стран мира. В Салме отремонтировали поврежденную хоккейную коробку. Местный житель Петр Пантелеев вместе с командой единомышленников заменили сломанные пластиковые бортики и сетки за воротами. В Петкеранте в честь 82-летия со дня рождения Владимира Высоцкого на большом экране смотрели кадры из фильмов и спектаклей с участием известного поэта, певца и артиста. А на их фоне звучали стихи и песни в исполнении автора «Я не люблю парус, чужая колея». Жители Оланца познакомились с миром кукол Янины Федоровой, автора выставки. В ее коллекции около 200 кукол из разных уголков мира есть и очень редкие, единственные в России экземпляры. Некоторые экспонаты разрешено трогать руками и фотографироваться с ними в фотозоне. Кандапожские спортсмены вернулись из Норвегии с кубком и медалями. Там прошли международные турниры по греко-римской и женской борьбе. Всего в соревнованиях приняло участие 150 спортсменов. Молодежь из 25 стран поздравила Карелию с наступающим юбилеем. Команда карельских активистов подготовила ролик с поздравлениями к столетию республики. Карелию поздравляют участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который в 2017 году проходил в Сочи. На видео можно увидеть представителей Франции, Бразилии, Белоруссии, Индии и многих других стран. И, кстати, не только людей поздравили Карелию с днем рождения. Также робот и северный олень. Активисты предлагают всем жителям записать свое поздравление и выложить в соцсети с хэштегом «100 поздравлений Карелии». «За-лён, а с джауна лифе, дим, с джауна лифе, дим, с джауна лифе, дим. Карелия!» Молодец, Карелия! Молодец, Карелия! Я, Магаданский олень, и поздравляю вас с юмирением! Карелия, слава мудрость, мудрость! Карелия, Республика, медведь делала у нас в поймах, как Лайго, в башках и стандарт для юмористов. Божаные же, Кары-Карелии, меньшую вас, застанавливаться, брат! Мы, Кары-Карелия, Республика, Суды, Азербайджан, Адынна, и цели имена Смяшина, там, веки олени! Я, Кары-Карелия, обещал вам! В Карелии, в деревне Южкозера, распустились ледяные цветы. В итоге в деревне среди зимы появились целые цветочные поля. Сегодняшним морозным утром вновь прилетели белые бабочки, написала ВКонтакте местная жительница Надежда Чумакова. Она и запечатлела это достаточно редкое явление. Эти бутоны, по сути, кристаллы, которые образуются на поверхности тонкого льда из-за повышенной влажности воздуха, при условии, что температура воздуха должна быть ниже 20 градусов, а лед около нуля. Погода должна быть безветренной, иначе все бутоны просто разлетятся. На этом все. Берегите себя. И до встречи в эфире программы «Большие новости» ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова